Друзья, у меня сегодня просто утро анонсов, причем прекрасных анонсов, потому что 8 ноября в Калужском доме музыки, в центре культурного протяжения, практически так его можно обозначить, состоится прекрасное событие под названием «Париж в одно касание». И сегодня у нас человек, который поможет нам прикоснуться к Парижу, в гостях певица, у нас Мария Зыкина. Мария, доброе утро. Здравствуйте, Дмитрий. Я знаю, что не первый раз вы приезжаете к нам в Калугу с подобной программой. Да, это будет третий раз, но программа немного не та, которая была в предыдущие случаи, потому что я приезжала в высеченном варианте, я приезжала с классической пианисткой, и, грубо говоря, те ноты, которые мы нашли, мы и исполняли в произведении. А сейчас я уже, наверное, больше 10 лет работаю с джазовыми музыкантами. Бас-гитарист, он, помимо того, что он владеет инструментом, прекрасно, и входит в 30-ку лучших басистов России, он еще и композитор, он работает в театре, он под управлением Терезы Дуровой, и сейчас в этом театре идет несколько его спектаклей, на его музыку. Там же работает мой пианист, с которым мы очень дружим, и с которым мы ездили в Италию на конкурс и подготовили музыку Малера, песни об умерших детях, пели Сверидова, Безе. Это было в перерывах между исполнением французской музыки. Так что сейчас эта программа очень интересная, с большими отсылками на латиноамериканскую музыку, на американский джаз. Даже можно где-то услышать кусочки из музыки Андрея Петрова или Тривердиева. Но все это на французском языке? Конечно, я пою на французском языке, а ребята в свое удовольствие утешаются, радуются. И, в общем, очень интересно, когда они находятся, доблюдать за ними на сцене, будучи на сцене, когда они находятся в раже. Вот когда у них получается, их просто... Ну, то есть классные импровизаторы. Да, да, звучит целый оркестр, казалось бы, их трое человек, но они так друг друга подстегивают в моменты, когда им очень нравится. И мне очень нравится, и получается что-то феерическое. Но вы понимаете, что пропустить это уже нельзя? То есть все, что происходило до этого, ну, я имею в виду, две встречи у нас уже были в Калуге, это была подготовка как раз к такому масштабному культурному обмену. Как получилось так, что вы исполняете именно французский песни? Это совершенно случайно получилось. Я долго была колораторным сопрано, а потом я решила, что бы мне не попробовать, а кто бы примерно соответствовал манере, оперной манере, классической манере. Да, и оказалось, что это пиаф, потому что она работала с концертмейстером Марии Калов. И все, что вот мы имеем, она работала с классическими оркестрами в основном, и там соответствующий звук должен был быть, да? Помимо того, что она как бы человек улицы, и она должна озвучивать площадь без каких-либо приспособлений, да, без микрофонов, то и это ощущение она перенесла в дальнейшем на сцену эстрадную, да? От нее очень далеко микрофоны стояли, и оркестр был в яме. И мне показалось, что это очень мне подойдет, потому что хочется немножко уйти от классической музыки, а теплота и искренность, и вот этот вот посыл на площадь, это очень как бы все вместе стыкуется комплексно, и мне показалось, что подойдет. И я вот немножко попробовала-попробовала и поняла, что очень похож тембр на нее. Без всяких кальков, специально я этого не делала. Помимо того, что нужно обладать там уникальным, да, вокальным талантом и навыками, французский язык это все-таки такой специфический язык, не каждый может произношение четко поставить. Те люди, которые ходили к вам в концерт, говорят, ну, ты прям все, вот прям вот напротив, Елисейские поля, чашечка кофе, тут круассан, прям теплой тебе принесли, вот такие ощущения они ловят у себя в сердце, когда слушают вашу программу. Французский язык... Я спецшкола. То есть вы отдельно это делали для того, чтобы исполнять французские песни или нет? Нет, это в детстве случайно. Самое детство случайно. И я закончила музыкальную школу по классу аккордеона. Аккордеонное звучание, аккордеонный тембр. Все, все, Саша, опись. Да, вот сейчас вы мне об этом сказали, и я почему-то подумала, что действительно это, наверное, так и есть. Программу, которую вы будете представлять 8 числа, что это за песни, каких исполнителей будут представлять? Я посчитала большую часть песен Пиаф, Жак Брель, Шарль Азнавур, Ив Монтан, Патриция Касс, Джо Дассен. Джо Дассен немножечко выбивается из этой структуры, потому что хочется, чтобы чуть-чуть полегче была музыка. Потому что все остальные, которые я перечисляла, даже Патриция Касс, я взяла у нее очень тяжелое произведение в смысле, как бы это сказать, нагруженности. Это очень редко исполняемое произведение, называется оно «Германия». И там такие вещи, я вам расскажу, приходите на мой концерт, вы удивитесь, о чем поет эта маленькая хрупкая девочка. Она поет ровно о том, чтобы разрушить берлинскую стену. А мы воспринимаем это как просто симпатичный блюз. Вот, и поэтому Джо Дассен немножко, немножко рок-н-роллов, что-то такое легенькое, чтобы немножко снять вот это вот напряжение. Потому что, как ни крути, а Брейль, Монтан, Азнавур и Пиаф, они, во-первых, они друг друга все знали. Во-вторых, это ее ученики. Азнавур был 8 лет ее секретарем. И в Монтан вообще несколько раз ей предлагал руку и сердце. И они остались в памяти нашей и восприятии такими столпами. И, соответственно, ты подходишь к исполнению их произведений с очень каким-то глубоким ощущением. А когда рок-н-роллу, хочется отдохнуть. Так что у нас будет и гимны Пиаф, и рок-н-роллы, и легкая музыка, о которой сам Дассен говорил. У меня не нашлось места в моих песнях для великого голоса, для великой музыки, для великих текстов. Я просто хотел бы, чтобы мои песни напевали. Вот у меня будет и такая музыка для тех, кто любит, чтобы было полегче. И, в конце концов, обязательно будет Азнавур, обязательно будет Вечная любовь и интересная песня, которую никто не исполняет. Но сейчас я просто не слышала, чтобы кто-то за меня брался, может быть, и есть. Это Германия. Ну вот я сижу напротив вас, и я вижу настоящего артиста в каком плане. Обычно, вот чем отличается профессионал от любителя, да? То есть любитель, он исполняет песню та, которая ему просто нравится. А вы пытаетесь найти еще в ней какой-то смысл. И мало того, прочувствовать его, пронести его через себя, еще и передать этот смысл. Для того, чтобы этот смысл для себя мог раскрыть слушатель или вообще, ну, сторонний человек. Получается так. А мне даже кажется, знаете, когда мы берем вещи, которые написаны на языке другом, да? Мне кажется, мы все равно исполняем их по-русски. Ну, грубо говоря, если у меня была... Если у меня есть опера «Кармен», да? Я исполняю «Хабанеру» так, как ее исполняли многие-многие-многие. Но при этом каждый раз я привношу, что это классическое произведение, которое в каждом... Когда интерпретируют, каждый интерпретатор вносит что-то свое. Правильно? Не говорится, что когда-то эту музыку пела Патрисия Касса, и мы перепеваем Патрисию Касса. Вот мне кажется, эти вещи, о которых я сейчас говорила, Пиаф, Монтан и Азнавур, они уже станут впоследствии такой классикой, о которой будут перепеваться те же самые «Опавшие листья», да? И в них люди будут находить не Монтана и Бреля, а себя самого. Правильно? И мы уже поем эти вещи по-русски. Мы поем французские вещи на русской земле, понимая исторически, как это складывалось, понимая, как исторически наши страны взаимодействовали. Понимаете? Вот это, мне кажется, возможность впоследствии со временем привести эти произведения к классике. Ну что ж, друзья мои, вот об этом мы приглашаем вас подискутировать с вашей душой непосредственно в Калужский дом музыки. 8 ноября Париж в одно касание. Мария Языкина, певица у нас в гостях, приглашает вас лично.